No one can stop me. I'm the best ever. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. As-salamu alaykum. Раньше люди приходили в клубы именно за музыкой. Сейчас люди ходят на людей. — Минус 51 километров. — Минус 51 километров. — Сколько ты весил, получается, в пике? — 148. Казахская музыка будет взрывать. Всем привет! Это подкаст АЕАЕ. Я нахожусь сейчас в студии Дикей Продакшн. И рядом со мной человек, которого я знаю достаточно уже много лет. Лет десять точно. — Десять точно. — Десять точно. Осет Рахатов. Он же диджей Пузо. Человек, который в этом году входил в топ-20 диджеев по миру по версии Red Bull. — Еще верно. — Многие в Казахстане считают себя диджеем номер один. По ряду причин. За заслуги, по делу. Человек, который не только двигает тему диджеинга в массы, который любит это дело искренне, но и преподает, обучает, делится своим опытом, своими знаниями со всеми, кто так или иначе хочет быть близок к музыке. — Все верно. — Все верно. — Во-первых, я тебя поздравляю с весной. Она пришла в столицу, у нас потепляло. — Наконец-то, да. — Наконец-то потеплело. Как началась твоя весна? — Началась очень круто, потому что вся эта тема происходит сейчас после глубокой трансформации. На данный момент я не соответствую своему ник на ему, так сказать. — Да, ты диджей пресс. — Ну, не совсем пресс, но, так сказать, уже... — Не диджей пузо точно. — Да, пузо нет давно уже. 51 килограмм. Вчерашняя статистика. За плечами, так сказать. — Минус 51 килограмм. — Минус 51 килограмм. — Сколько ты весил, получается, в пике? — 148. — Обалдеть. — Вчера я замерял, 97,3 было. Чистый мой вес. — Блин, это очень круто. — Да, и сейчас вот весна. Обычно я тут раньше в другом теле очень плохо переносил теплоту, вообще жар. То есть для меня появление солнца — это было не некой трагедией, потому что всё постоянно в влажном состоянии находилось, в том числе и я. А сейчас я уже люблю солнце, люблю гулять, дышать. Ну и тут и сказала ситуация вот с коронавирусом, то что мы сидели очень долгое время дома. Хочется уже немножко быть таким неким аутентичным, что ли. немножко смысл жизни изменился, цели поменялись, так сказать. — Можно ли сказать, что отчитывая эти минус 51 килограмм, ты сам очень сильно изменился как человек, как музыкант и как творческая личность в целом? — Да, все изменения происходят. То есть трансформация тела повлияла на всё абсолютно, начиная от творчества, заканчивая даже мышлением. Уже всё по-другому происходит в целом. Начинаешь по-другому жить абсолютно. — Как ты жил 51 килограмм вперёд? Каким был тогда Азиат Рахат? — Ну, я, наверное, с точки зрения такой больше обыденной каких-то фишек, наверное, расскажу. — Давай. — Это было вчера в сторис я выкладывал среди близких друзей. Там примерно звучало так. Я вижу свои вены. Я чувствую холод. Я меньше устаю. Я слушаю своё тело. Нахожусь в гармонии. Я в порядке. Мои мысли в порядке. То есть очень много ограничений в виде страхов, гештальтов исчезло после этого. Кстати, есть такое мнение, что похудевший человек становится каким-то злым, озлобленным. На самом деле нет. Просто человек немножко начинает себя ощущать увереннее, что ли. Вот некая такая уверенность появилась. — Можно сказать, что ты стал более дерзким в действиях? — В действиях, да, да, да. Более такой вот жёсткий становишься, когда нет уже таких мыслей или тут либо да, либо нет. — Слушай, 2010 год. Я впервые тебя увидел в одном из ночных клубов столицы. Если ты не против, я буду говорить, как есть, что я увидел тогда. Я увидел очень крутого чувака, который рвал танцпол в клочья. Ты рвал танцпол настоящей мощной армби-музыкой. В 2011 году, я не знаю, ты помнишь, ты не помнишь, мы встретились с тобой в Новый год в одном из ночных клубов. Я тогда был простым приезжим парнем, который начинал какую-то карьеру здесь, в столице. Естественно, никто меня не знал, но все знали диджея Пузо. И когда один из арт-директоров сказал мне, тебе нужно спуститься вниз там в ночной клуб и поздравить всех ровно 12 с Новым годом, я спускаюсь вниз, и я вижу перед собой диджея, у которого просто весь клуб как на ладони. — Да-да. — Ты просто управляешь этой массой. И ты паришь над залом со своей музыкой. Команда Гоу-Гоу и ребята, девчат, они были будто в нирване от того, что ты играл. Они чувствовали тебя и полностью отдавались той мелодии, которая звучала. Я подошел к тебе и сказал «Привет». Ты такой... Отодвинул просто ухо и сказал... Я такой «Мне нужно поздравить с Новым годом сейчас». Ты протянул мне шнуровый микрофон, и я поздравил всех с Новым годом, и ты включил трек. Это было невероятно. Потому что я сказал «Всем привет, всех с Новым 2012 годом». И весь клуб просто в потоке сказал «Ее, вау, все поздравляют друга». Но официанты разносили шампанское. Возле тебя стоял кальян. Всегда стоял. Всегда стоял. Возле тебя кальян. Рядом был MC, Расул Золотой. — Да-да-да. Тоже немаленький человек. — Тоже немаленький человек, который говорил всем «Wake up, wake up, просыпайтесь, make some news». — Да, вот прям так. — Идеально, да, по-моему, спародировал. Потому что я наблюдал где-то со второго этажа, ну, за всем этим, прежде чем спуститься к вам. Это было круто. После этого я был в Павлодаре. Диджей Номад, он же Дидар Ибраев, привозил тебя в город на РТШ. Это были аромби-тусовки, аромби-вечеринки. — Это, кстати, были мои, наверное, первые официальные гастроли. — И мы офигели. Мы офигели от того, что этот привоз артиста просто изменил клубную культуру, по крайней мере, в Павлодаре на тот период времени. — Да, тогда только начиналось это движение. — У нас, в основном, играла какая-то клубная музыка. Это такая ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какая-то вот, ну, кислота, что-то вот, ну, в этом стиле, в перебивках с руки вверх и рамштайном. Ду-ду-ха. — Да-да-да. — Вот, и тут приходит человек, который просто целый час играет такую музыку, под которую ты не танцуешь, а под которую ты плывешь просто. — Да, на самом деле, давай я тебе расскажу некую предысторию, почему это так все сложилось. Дело в том, что сейчас, как бы, до сих пор славу тех времен я, да, потребляю, грубо говоря, шлейф до сих пор есть. — Да. — Почему? Потому что Дима Ньюман, в свое время этот арт-директор Ажура, он начал собирать команду и решил вернуть на танцполы армби-музыку, которая тогда уже была неактуальна. Потому что вся индустрия слушала хаус-музыку, то есть это мы ее называем в диджейинге, знаешь, такой классический русский mashup, что ли, примерно такой. Это вот когда вот играет дроп, тунц-тунц, да, как народ понимает, и где-то в перебивках это уходит в оригинальный трек, потом это все опять там имеет разгон и уходит на дроп. И эта музыка, она мне всегда, так знаешь, вот это именно само веяние клубной индустрии, она мне казалась некой халтурной, я в ней не видел ничего, ну и плюс здесь сказалось то, что мы выросли все на музыке нулевых. Она была актуальна, даже и сейчас актуальна, да, в принципе. И подхватили волну, там была очень сильная команда, которая организовывала всю эту историю, но, естественно, так как я был лицом, так сказать, всей этой движухи, лавры падали мне. Да, и более того, армия музыка обрела какое-то новое веяние, и я подумал, что вау, ничего себе, как это круто. Было ощущение, что мы не в Казахстане вообще находимся. Да, да, потому что не было альтернатив вообще в принципе в северном регионе, вот касаемо столицы, не было такого, потому что уже на то время все диджики пошли за трендом и предали, как бы так сказать, тот стиль. Ушли в коммерцию, да? Пять лет, наверное, работы на этой площадке, не припомню, чтобы кто-то просил меня поставить трек. Серьезно? Да, но даже если это было, это вознаграждалось суперкруто. Окей, ну давай тогда отмотаем еще дальше. Расскажи о своем детстве, о Жизказгане, о городе, в котором ты родился, в какой семье ты родился, расскажи об этом. Это, кстати, знаешь, я вот, ну, ловлю себя на мысли, обалдеть, вот мы знаем весь твой творческий путь, но я очень мало знаю о тебе именно из детства, да, скажем так, что повлияло на твое развитие, на любовь к музыке. Папа, отец мой. Расскажи о папе. Дело в том, что я из творческой семьи, у меня отец хореограф, вот, он, как бы там, с наградами, там, деятель культуры республики, организаторов многих, там, фестивалей, конкурсов, у него есть ансамбль, уже на протяжении тридцати, больше тридцати лет он существует. Как называется? Шашу. Ансамбль Шашу, Жизказганский, он сейчас в Астане, вот, и с пяти лет до пятнадцати, я вот, десять лет занимался народными танцами в ансамбле УАЦА. Подожди, ты танцуешь? Я народник, да. Серьезно? Да, я народник. Просто многие не знают об этом, но в диджей я пришел с танцев. И именно воспитание отца, в плане того, он привил видеть картину, когда ты слушаешь музыку, он вот эту вот фишку выработал во мне, и это трансформировалось именно в такой музыкальный продакшен, наверное, больше вот в диджеинг, плюс диджеинг дало понимание психологии поведения людей, и это все вот так вот переросло. Потому что когда я отбираю материал, который нужно играть, вот у меня на компьютере есть коллекция, до того, как трек попадет, если он не мейнстримовый, если он не супер, там, популярный, то он в первую очередь проходит через призму танцев. Если я слушаю и вижу в голове то, что под него можно как-то дрыгаться, минимальную какую-то хореографию поставить, значит, этот трек автоматически попадает мне в плейлист. Вот почему, вот в чем секрет. Да, 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 так что это все отец, вот, это все сделал. Мама у меня по профессии врач-бактериолог, врач, она медицинский оканчивала, и вот в целом вот так вот все получилось. Сколько у вас в семье? Настрое. Расскажи. Я старший, после меня мой младший брат, 94-го года. Как зовут его? Ануар. Чем занимаетесь? Он работает в сфере дорог. Вот они что-то вот спроектируют. Нет, нет, вот именно с производством, строительством, вот этой темой. Вот, а сестренка у меня младшая, которая, наверное, косвенно как-то больше мне не сестренка, наверное, как дочь такая, знаешь, потому что она меня называет не Ага, не им, не по имени, там, не брат. Она меня зовут Папупа. То есть она уже сама с детства, как бы, дала мне второе имя, как бы, отцовское, да, грубо говоря. Очень сильно похоже на трек Струмай. Ну, там-то немножко по-другому все. Папу-те, да, а тут Папупа, да? Прикольно, классно. Сколько лет сестренки? И-16. А, вот, школу заканчивает, да, буквально? Или еще пару лет? Уже закончил? А, 18-й, у-у, 18-й. Прикинь, когда быстро летит время. У меня просто в голове до сих пор И-16. Просто я вот только что вспомнил, что она вчера прислала видео, как она ведет машину. Она вот начала обучаться там с водителем, ее 18 лет, вы представляете, да? Какие у нее планы, чем она хочет заниматься? Ну, вот она вот закончила школу и хочет поступить сейчас в университет какой-нибудь. Просто сейчас мы не можем, руки завязаны в плане того, что пандемия не дает разгуляться в плане географии выбора университетов. Вот, и есть еще один фактор, то, что, как бы, ей тоже не хочется ее далеко отпускать, чтобы была она, как бы, в шаговой доступности, образно говоря, да? Вот я об этом тоже хотел спросить себя, потому что нет ли ощущения, да, наверное, она у тебя есть, как у старшего брата, как у папы, по сути, да, в том числе, что если сестренка уедет учиться за границу, за рубеж, ты не сможешь быть рядом в нужный момент? Ну, видишь... Я не говорю о том, что надо там, ну, контролировать, бдить, да, а просто, что для любой девочки рядом нужен вот человек, которому он может просто позвонить и сказать, я здесь, мне, ну, там, мне нужен совет, мне нужна помощь, там, и так далее. В любом случае всегда я рядом, что она должна знать, неважно, какое расстояние между нами, да, и, во-вторых, на самом деле, любые отношения семейные, это разгонять страх, можно, знаешь, можно так разогнать страх, что потом дойдет до такого, что она не уедет просто тупо за границу. Это нужно прорабатывать, это воспитание, это разговоры с этим человеком, это работа над самим собой. Но ты не жесткий брат, да? Я самый добрый брат, на самом деле. Просто ты человек, который... Младший брат, он строгий, он, он все, у него там реакция, там, кто где, нет, да, да, ты где, когда будешь, а я такой. Делай, 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 делай что хочешь, но потом, как бы, отвечать тебе. И имей в виду то, что все шишки, которые ты в любом случае набьешь, они будут отражаться, да, только на тебе. Единственное, я говорю, как бы, я тебя всегда буду любить, но, как бы, есть такая тема, как доверие, да, это уже совсем другое. Круто. расскажи о том как ты пришел джейнг с чего это получилось ты просто был на дискотеке школьные или как фишка какая вот 15 лет это такой подростковый возраст когда нужно выбирать да и это такой возраст когда и в принципе знаешь я вот человек который танцевал и мои сверстники пацаны ну как бы всегда относились к этому как-то скептически потому что народные танцы это же это же очень серьезно вот смотри жасказган он находится в составе карагандинской области и карагандинская область в советское время славилась карлагом и зоновские как бы то вот эти вот понятия воровские да они очень сильно присутствовали во дворе если нас лет и танцуешь да ну как бы да если ты танцуешь значит его же некое подобие там девушки знаешь вот типа так вот такое вот такое мышление было у ребята время утром стереотипное всегда было это положено к того времени знаешь вот и как бы тут есть подростковый максимализм я как бы там договорился не тоже договорился настоял на своем то что я пока брошу танцы вот в то время уже был какой-то компьютер pentium 3 что ли на то время 8 мегагерц вот я тогда уж это была машина любил там этот разбирать его мы там вытаскивали хард диски друг друга к соседям ходили там разбирали вместо сидером а втыкали переносили данные и в то время я у немножко вот загорелся вот это идти истории так сказать ну как бы хочется разбираться на уровне продвинутому пользователя вот я засел и вот этот трудный возраст я в это время слушал очень много альтернативного рока олимпийский линькин парк но я вот по линькин парку больше всего фанател и самое главное у нас было очень много контента всякие лайв концерта в то время мы скачали с москвы заказывали диски там и что мне понравилось оставить игру был диджей всегда и диджей он выступал не просто как тапер который включить до минус да как это обычно делается потому что я вырос такой среде когда вот мы танцуем сидит звукооператор под сцены и сидит пахан который регулирует все движуху на сцене и так чисто глазами все это там контролирует и этот мужик звукооператор сидит там курит постоянно что-то мучает это какой-то да там вася там образно говоря которому там 50 лет или 40 который в кожанке там немножко соленый волос да да длинный резинка такая камера велика короче я представлял короче везде такие ребята да стереотип такой понял да и когда я увидел когда вот диджей он выступает как полноценный артист он составе команды он участвует он участвует вообще в производстве в перформансе да там нажимает когда вот мистер хан с линкен парк я видел я обалдел дошло до того то помнишь были плееры кассетные лопаны да но даже до этого sony когда еще не было волкмана там слушали я мыл посуду я представлял когда на scratch делал мистер хан я вот на посуде эту всю фишку фигачил это такая некая была мечта по воле судьбы у меня вот есть родственник диджей байк может слышал что они же мои даньки z это мой так сказать двоюродный дяди вот и он уже в то время когда нам было вот 15 не знал интерес 15 лет я переехала он уже тут escape и всякие бомбил там туда-сюда я говорю ну есть мнение у меня желание это попробовать 22 марта мои родители куда-то уехали мы с пацанами собрались приехал байк по тем по тем по тем временам за 25000 тенге мы сняли оборудование диджейская это считай больше 200 баксов это огромный да я типа то свою заначку вытаскиваю даю ему он приносит это мы как бы там пробуем что-то делаем но естественно после первого занятия ничего не понятно по-любому потому что профи так показал вот это нажал вот это нажал а что за комплектом давай вспоминать это были сотки пионер пионеры сотки не по это вообще одна сотка была помню папка дисками папка с дисками этот бауровская вот эти вот манипуляции когда ты закидываешь и листа 8 дисков летят они там еле-еле уже это на соплях держится подписаны фломастером либо уже зачуханная бумажка там уже ну как-то так началось потом байк уехал в алмату я его попросил свести меня с людьми которые бы помогли с этой движухой ну как бы ворваться в тусовку на тот момент в караганде что было и в жизни в жизни ты жил на два города так нет на тот момент 15 лет мы переехали уже в остановку а ты уже был столица окей тогда здесь столицы какие были ночные клубы и лидо я помнишь лидо да вот тогда лидо было тогда вот дим кахонов был когда у диджи алекс был вот байк когда вот фары escape и тогда были вот эти вот когда недоступные я то чё я тогда попасть было просто мечта начинали вот ту историю я помню попал в лидо но я помню феликс вот к которому я так сказать как пиавка привязался он начинал делать движухи автопати в голливуд сити это вот на иманово напротив зазы вот когда садик какой-то красный есть да вот вот там был клуб голливуд сити я туда залез и начал устраивать вечеринки свои промо и начал им сеть и по ходу дела пацаны там пили жестко в свое время ну а чем было еще ну да и мы тоже пили жестко свое время да но в плане того ну было очень очень да было очень было много времени когда достаточно ты очень часто мог подойти к диджи с к аппаратуре тебе это позволяло сделать я вот пробовал пробовал методом проб и ошибок как-то вот так выработалось то что я научился играть там так сказать хип-хоп тогда просто не не было специалистов которые бы обучали не показали как сводить хаус музыку образно говоря а потому же посредством там просмотров ролика в интернете там туда-сюда рискал рискал его так вот вырабатывал вот эту вот систему блин круто и ты помнишь свой первый выход и вообще как появился никнейм пузо никнейм вообще появился в детстве он меня так обзывали а да и ты решил пойти от обратно обидно и гешталь пришел в бренд вот как-то то есть у тебя всегда был до большой вес но не то что большой вес я был чуток толще чем остальные я такой крупный крупнительный бывает же вот такой детская пузо да да такой крупный человек и ты решил это использовать как фишку ну почему бы и нет да ну просто когда ты в детстве ну когда в молодости ты об этом думаешь думаешь это очень круто а для мамы допустим всегда это казалось неким обидным почему там типа ты так это вот именно моя сама ирония она и тоже сказалось фишкой потому что в то время уже были какие-то там знаешь особенно вот ребята в этом русские брали фамилии свои а проще там было пацаны казахи просто сокращали свои имена допустим фархад фара арман там ланта просто так банально было мне мне хотелось немножко такого креатива пацаны то называли себя там шукшин годунов там либо там страшные имена какой-то там предатор какой-то там знаешь инкубатор ты поступаешь в эти университет да получается на найти специалист когда я сюда переехал я уже заказ закончил колледж или школе лишь первый курс а сюда я перевелся в афек уже тоже в колледж информационная система я его тут закончил но принципе все было понятно ты любил компьютеры ты решил продолжить эту тему ну да интересно было как минимум она музыкальная не было до мысли пить слушаю типа музыкадемии после после танцев хотела взять перерыв танцевать да что такое учиться танцевать то же самое как и вот диджеи и как учиться диджей это разные вещи но это об этом хотел поговорить то есть было ощущение такое что ты наелся да мне кажется это все творческая тема просто в детстве и было так много потому что какой-то момент отторжение танцы они виши еще и мешают же некой твоей социальной жизни когда ты хочешь там погулять во дворе или выходной день хочешь реально потусоваться у тебя там конце репетиция поездки постоянные конкурсы это нервы это ну это как минимум интересно сам процесс да как последствия но именно подготовительная часть она очень муторная но все думали что мы танцуем там целую неделю у нас вот четыре раза в неделю занятия были воскресенье это постановочный день когда мы учим танцы отрабатываем а по недельник вторник среда либо вторник четверг суббота мы занимались балетом классика это было устанка устанка как положено прыжки там да первое при батман все там шины все это делали как растяжки как положено без растяну растяжка до шпагаты там все как положено те круги вот эти вот шины называем как в рекламе рафаэлла мы все это делали у меня кстати интересный случай по этому поводу расскажи пять утра закрывается ажур мы немножко все если честно подвыпили такие хорошенькие ситуация какая меня познакомит с компанией девчонок я смотрю все такие красивые такие знаешь вот прямо точеные да вот вот прям вот так вот знакомимся и они говорят вот девчонки за 100 на балет у меня такого этого почти прикольно а чё там это отчета я начинаю расспрашивать там не книг какие-то терминологии там на закидываю они на меня так смотрят типа ты кто мол такой взгляд и жирный откуда ты это знаю в нулевые у молодежи не было особо каких-то тем для отдыха кроме как пойти в ночной клуб сейчас тенденция примерно такая же то есть чем заниматься в холодном городе где 9 месяцев либо дует ветер либо идет снег либо мороз либо грязь и слякоть конечно же людей ищут места где можно вот просто вот хорошо выпить согреться потанцевать под музыку познакомиться с кем-нибудь оторваться прийти с друзьями спорт как-то уходит в сторону к сожалению какие-то творческие вечера посиделки я знаю что есть пару мест городе где играется классическая музыка где читают стихи но не тоже не пользуются такой популярностью как ночной клуб ночные клубы работают на протяжении вот всего этого времени пока я чувствую себя взрослым человек грубо говоря с 15 лет я познакомился с клубной темой и она продолжает дышать каждый год там ночной клуб просто переименовывают он как будто бы новые и люди снова туда идут всей толпой дальше пошли мощные привозы стали приезжать сильные диджеи из той же россии из украины из ближнего дальнего зарубежья но алматинцы были вообще здесь на регулярными гостями да хотя алмата всегда была таким трендсеттером за эти давай посуду посчитать 15 лет по сути ничего не поменялось многое изменилось на самом изменилось в клубной имеется ввиду но тусовки в целом но не появилась альтернатива молодежи как провести время с этим согласен согласен полностью изменилась ли молодежь конечно же эти 15 конечно скажи вот что ты чувствуешь когда приходишь в ночной клуб 15 лет назад что-то чувствовал и что ты чувствуешь сейчас и насколько люди общество и клубная сфера ночная жизнь города изменилась раньше люди приходили в клубы именно за музыкой сейчас люди ходят на людей и если раньше был было больше какой-то стереотипных мышлений наверное до количества образов так сказать людей сейчас образов больше потому что общество стало толерантнее сейчас молодежь более свободное не только в мышлении но и в действиях даже элементарно если мы что-то раньше делали это было супер какой-то скрытный запретной истории сейчас это открытая история то есть это нормально вот присутствие каких-то сексуальных меньшинств они были в клубе до больше было концентрации но опять же это было более вскрытном формате сален он так очень до ненавязчиво сейчас это открытую можно сказать тебе за это ничего не будет как бы да вот вопрос свободы изменился вот и плюс отношение к диджеям изменилось допустим раньше образно говоря были мы на подобие какой-то иконы наверное было заведение потому что он заведение лицом заведения но к сожалению благодаря самим же диджеем и благодаря людям которые управляют этими заведениями получилось так то что сейчас диджея находится на том же уровне как и находится обслуживающий персонал официанты тех персонала охрана допустим при всем уважении всем уважении просто я считаю что диджея это больше артист нежели как бы имеет какую-то механическую часть сейчас даже вот контент такое у диджея нет возможности творческие раскрыться они играют то что нужно fast food music топ-100 стоп-200 актуального вдобавок к этому там 100 150 треков с нулевых но естественно своего какого-то местного колоритного как бы тоже топового 50 треков допустим и признаться выборка плюс 50 треков российских образно говоря все так и этим все ограничено вокруг там 500 400 трека все это уходит весь рабочий плейлист нынешний есть хиптерские за хиптерские заведения но они обычно очень маленькие они всегда закрытого формата туда не попасть просто так но основным знаешь основной проблемой в астане почему это все плохо развивается в плане там свободного творчества так сказать да нет локации так как астана по клим климату холодный город здесь использование каких-то открытых площадок виде там скверов парков и набережных имеет очень краткий срок те же open air и так далее ну да достаточно да вот допустим урана 100 одно заведение там где с называется знаешь что возле недалеко от фитнес-палас вроде находится вот именно вот этот квадрат он как-то называется типа что-то типа творческого да я не знаю как вот точно но когда я туда прихожу именно вот этот холдинг вот этих маленьких заведений красный из кирпича вот эти витражи я вижу как арт-пространство допустим нам не хватает такой локации вот представь фестиваль авеню фестиваль авеню вот как звучит до фестиваль авеню это хаб творческий столичный где может разместиться студия звукозаписи какой-то рекорд лейбл школа вокала до по прокачки это какое-то некое свободное заведение не открытый микрофон полностью с утра до ночи расписаны этими же ребятами программа да где каждый имеет право там выступить понял да да какое-то заведение пусть там будет фастфуд да образно говоря вот там еще дали можно фантазировать то есть то есть ты имеешь ввиду нету какого-то такого ну проще говоря оба хаба наши дома творчество творчество если олдскульными языком вот так вот раньше было же дворец юного техника да вот там очень культуры дворец культуры дворе школьников вот конкретно локация была обмешана и там все занимались образ просто это да сейчас так вот такой бог более рыночный но в целом я думаю не хватает просто именно такой локации проще говоря деньги вытеснили творчество и да так оно получается да знаешь мы с тобой как-то работали я обратил внимание на вертушки да они у тебя сделаны в особом стиле да они форме казахстанского флага я испытал гордость в этот момент за то что ты так очень красиво и стильно позиционируешь себя не позиционирую свою музыку потому что я насколько понимаю до пандемии ты часто катался выступал и так или иначе те города в которых ты выступал не казахстанские с дно зарубежные они видели это и говорили да это казахстанский диджей с диджей сожалению именно эти пластинки других страны не увидели они должны были увидеть эти пластинки сделаны были в сша ага есть такая контора биги logo designs которые занимаются фишками такими для диджеев и одна из позиций они вот и печатают делают эксклюзивный винил когда я выиграл чемпиона центральной азии и должен был был поехать и представлять нашу страну моего 20 лучших должны были биться за звание чемпиона мира так из-за пандемии это все не случилось не произошло но на произведом будущем не произойдет потому что из-за пандемии что это либо это какой-то вектор самой компании red bull они все музыкальные насколько понял дисциплины сократили больше ушли в такой неформальный спорт что ли вот что-то такое вот к сожалению но я благодарен прошел большой путь так сказать и вот это была моя основной задачей чтобы не уронить знаешь имя страны мои откуда я и нужно было знаешь делать не банально да ну как бы это обидно не звучало просто для меня как бы там поднять флаг это да но я я бы не смог там выйти допустим там в такой же спортивки допустим бывает же от олимпийской сборной да я бы это носил бы с удовольствием во время какого-то мероприятия там вне сцены да и мне нужно было как-то показать то что казахстан это где-то тоже имеет честь в моей программе плюс к этому у меня там уже программа готовилась где был отдельный блок именно нашей истории нашей музыки этно музыки этно музыки там элементы тенгриан ства есть элементы вот того то что шаманизма были там звуки вот такие вот именно история казахская некоторая была заложена я вообще люблю такие вещи делать но к сожалению не везде это заходит хорошо что заходит сегодня что можно ли сказать что ту музыку который ты играешь она тебе нравится ну или все-таки ты играешь то что говорится требует слушать слушаем весь мейнстрим в принципе он плюс-минус нормальный в последние три года потому что там преобладает музыка которая плюс-минус связана с хип-хопом вот так вот и в принципе 70 80 процентов материала моего которого я играю люблю играть ну и в принципе это популярная музыка я далеко от не ухожу что ты слушаешь машине слушаешь музыку или ты в принципе настолько часто слушаешь что ты ездишь в тишине слушаешь может аудио книги нет есть служишь просто радио нет я веду отдельные свои там плейлисты на музыкальных платформах они мне делают подборки я даже знаешь нет такого чтобы там что-то запомнил любимого знаешь просто ними делают по стилю по вайбу тому что я люблю именно по звуку вот но я я скажу последнее время в моей жизни очень много лову фай музыки электронной музыки я сейчас переслушиваю очень много материала из нулевых из 90-х но именно того материала который мы пропустили мимо ушей в то время то есть вот оказывается очень много есть материала которые просто классных треков прошло до мимо ну вот представляешь я вот нашел допустим из нулевых трек один black eyepiece сделали ремикс на свой же трек и они сделали фанковой обработки с отсылкой на 80 и это прошло мимо наших ушей мы просто это помним но тогда это не было так круто но это было чересчур круто звучало наверно в то время мы не поняли да мы не поняли из-за ротации там оригинала да опять же это знаешь это как в принципе с треком и но баре да потому что это же трек из 80-х да и вот он как-то прошел мимо она стоила его перепеть и трек ну зазвучал да да вот допустим я вот недавно вспомнил тоже популярный трек майкл зексон лобби регион это знаешь я в это в космос улетел когда еще раз послушаем вот он в то время он такой выдавал качество сейчас это забылось но сейчас трендово играть старое причем отсылки делать такие прикольные но ты наверное заметил тик токи да и там отсутки делают конечно очень много там нашего колоритного эстрадного да но в целом есть такая тенденция когда оцениваешь сегодня казахстанский диджей ну как он развивается что ты чувствуешь он развивается или у стагнации пациент скорее жив или скорее мертв что нет сейчас он на самом деле немножко встал с колен стас устает с колен так сказать потому что ну я продвигаю сейчас обучение появилось очень много ребят которые объединились будущее за коллаборациями за ну вот есть диджеи ребята которые объединились и сделали тусовку фреки мандой есть ребята вот ребята наши младшие так сказать но они очень хорошо зашли на рынок и хорошо продвигаются кроллтай да крутая тема да там есть в алмате там какие-то тусовки точно не знаю ну у нас на всякие группировки есть но пока им но они пытаются конечно но зачем поработать до поработать да но в целом как комьюнити уже плюс минус какое то есть это очень хорошо но и плюс видишь немножко вот шумиха вокруг там вот этого самого же red bull 3 style было уже какие-то моменты плюс недавний наш прорыв не манбек как бы да уже немножко начинает менять отношения в сторону диджеев это все сказывается так же как и на музыкантов сказалось когда наши ребята он бах аккалиб и скрипи прорывали уже рынок российский такая же вера появилась и у наших музыкантов видишь да насколько тенденция идет так что я думаю с такими такими моментами хороший пример в данном случае заразительно да да хороший пример заразительно но при этом он дает эффект я думаю через года ты мы на сцене увидим уже молодых но достойных ребят которые уже хорошо врывается в движуху в европе в соединенных штатах америки часто можно увидеть когда целый концерт дает один диджей да у нас давно достаточно сложная история то есть я не видел чтобы диджеи собирали дворцы культуры по крайней мере вот ну весь ну висели плакаты афиши что ты чувствуешь когда хочется сделать что-то подобное ты готов пойти на это но собрать какой-то я ищу к этому ты хочешь я иду к этому вот как только снимут ограничения у меня будет перформанс симфоническим оркестром и все мои продукты которые выходят и выйдут я планирую небольшой такой коротенький ipi концерт сделать либо это будет сразу какая-то площадка некая в виде зала какого-то да либо это мы сделаем наверное виде наверное такого продукта видео продукта но мы позволим присутствовать людям так сказать большому количеству людей на этом мероприятии что был такой некий тоже эффект потребление энергии но но это круто волки волгаризма это называю вот но важно чтобы был слушатель правильно очень важно вот эти штуки типа онлайн-концерты все-таки да нет это знаешь не считается туфта полная но нет эмоций никаких никаких ну это вот ну вот представьте это такая же история как вот в секс-шопах продают вот этих вот надувные женщины это такая же история как бы эффект есть но ощущение нет должен быть энергообмен по-любому энергообмен происходит между живыми организмами только знаешь я вижу что у тебя какой-то новый жизненный этап начинается творческий ты копил собирал энергию собирал опыт и сегодня что нам нужно ожидать от джейпу за ближайшее время какую музыку ты будешь играть будут ли какие-то фиты будут ли интересные какие-то может быть треки которые пойдут на зарубежную ротацию какие планы на чем работаешь сейчас вообще сейчас у меня проект с порталом за хаспер мы запустили вернули наконец мой давний проект black делюкс радио шоу мы перевели формат подкастов не звучат микс от меня ежемесячно но фишка там в чем я пихаю туда наших ребят казахстанских потому что в россии очень любят нашу музыку я хочу чтобы в россии это было была такая возможность слушать нашу музыку в перемешку с моим стримом зарубежном вот мой формат сейчас в плане вот и джейнга это можно будет послушать на всех подкаст площадка да да уже уже есть первый выпуск уже есть вот здесь будет ссылка окей будут треки сейчас на завершении проект смо фаши и цепы будущий треки боюсь прямо анонсировать потому что мы только-только начали это но в целом продюсерская история будет третье это вот сейчас я выхожу на видео план так сказать площадку это я люблю я хочу вести свои подкасты уже рассказывать про себя круто да потому что это я так считаю что мама моя экспертность уже позволяет этого делать вот и в целом совокупности хочу это все как-то это собрать в одну картину чтобы систематизирую на данный момент всю эту работу ты принял свой возраст ну что ты уже переходишь из разряда хедлайнеров в разряд такие знаешь динозавров диджейского движения все так типа она это же это же диджейского движения это как бы так сказать в аксакалы ушел не они нет не уходил аксакал не хочешь голод всегда есть если ты знаешь куда направиться это все зависит от тебя если ты не видишь в этом интереса конечно она на таком потоке пойдет на спад но ты если ты видишь видишь какое-то развитие этому всему то у тебя всегда будет голод ну как минимум если ничего не делать ты умрешь с голоду надо я так думаю ну потому что я живу этим так что у меня нет много ли зарабатывать диджей в казахстане к сожалению нет можешь какие-то рамки озвучить прямо сейчас но в казахстане имеется средний диджей прямо сейчас вот алмата астана нельзя говорить казахстана алмата астана час получать 10000 тенге и учитывается что у них только две рабочие два рабочие дни получается 20000 в неделю почему ну ребята там зарабатывать уже 5 с вода сусим 40 там 50 тысяч в неделю на 200 тысяч ну как стандартная зарплата да он может подрабатывать но он сейчас сейчас диджей вообще должен тратить очень много почему клубы так мало платят резидент ну рынок такой весь рынок сейчас все вокруг именно по с спецам все дешевеет все становится таким знаешь какую конкуренцию вокруг цен все идет сейчас мыными словами если проще говоря то проще взять на гастарбайтеров и средней азии они сделать то же самое только 10 раз дешевле то же самое и в нашем случае есть профессионалы и есть ребята которые будут демпинговать и принципе играть вот эти 300 треков которые нужны и за пятерку видишь и бизнесу невыгодно как бы уже раз просто нужно это играть неважно как да главное чтобы это звучало зачем мне переплачивать там десять раз больше даже если он разного ряда неважно насколько ну просто бизнесу тоже это не нужно сейчас я говорю все идет в оптимизации в в оптимизацию тем более в такое время когда общепит вообще не работает практически что стало с диджеями за этот год чем ребята живут и много ли ребят поменяла общую сферу деятельности много ребят уехала переехала вернулась в свой регион я слышал такую историю когда город закрыли так сказать диджея остался без крова и без денег ну потому что не мог работать с квартиры выселили он с вещами пешком ака у него не было к студене даже на такси пешком пошел до поста да и сказал ну вот ребята не на чужды жить закрывайте меня на 15 суток его как бы закрыли и потому что или тем самым помогли ему наоборот потому что же ушел да ну и спать нигде было кров был он белка такая ситуация нет ребята работает но я знаю много кто завязал там много кто нашел обычную работу то-то риэлтором работают кто-то кто-то на доставке еды кто-то таксует кто там рыбу продают вернулся ли они страшно страшно ну в любом случае вернуться по возможности но опять я думаю у них уже ниже веры нет в это дело считаешь ли ты что во время вечеринок во время всех этих тусовок рисков заразиться больше чем в том же автобусе или в очереди в цон я думаю да поэтому объективно да все это нормально объективно да потому что пьяный человек не контролирует себя ему же все равно на гигиену мы в туалет на кабинках сексом занимаются у нас до сих пор ну что вы что уже говорили но я тебе так скажу смотри я всегда думал что такой правильный образ жизни более-менее до осознанной он на его больше среди обеспеченных людей среди богатых людей история такая лечу бизнес-классом международный перелетами естественно там я там этот чуть-чуть раньше специально приехал чтобы там почилить что-то немножко воспользоваться услугами бизнес-лаунжи ну естественно я там ел пил захотел в туалет пойти захожу в туалет ободок такой же там желтыми пятнами то есть понимаешь да хотя ты находишься да хотя и в таком цивильном месте где туалет там образно говоря дороже чем наши квартиры ремонт даже на все я тогда думаю все все понятно ну да у нас нет уважения друг другу из-за этого весь бардак ситуации на дороге ситуация в магазине народ немножко знаешь грубый нет ли у тебя ощущение что ночные клубы вот честно я часто читаю комментарии мол в ночном клубе столицы произошла поножовщина в ночном клубе столицы случилась драка двух групп там молодых людей в итоге двое это в реанимации один погиб на месть так было всегда вот я вспоминаю нулевые регулярно это происходило раньше раньше это было за здрасте вопрос другого что тогда не было такого обилия социальных сетей не было видеокамер не было мобильных телефонов с камерами я помню как-то айжан байзакова продуправила конкурс на раздевание в одном из клубов и это обсуждалось на всех крупных новостных порталах я был эмси в ночных клубах мы это делали каждый вечер как мы просто не было опять же этих на мобильных телефонов и соцсетей чего только не происходило тогда да ну правда сейчас все эти люди которые там находились они уже занимают какие-то должности руководители крупных компаний мамочки троих детей и ты читаешь их комментарии думаешь ребят стоп стоп ну все это было и в наше время лучшего мужа да 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 прекрасно да но мы дополним кем ты был и вот ассет что ты чувствуешь в этот момент логичным ли было бы остановить это все да хотя этот твой хлеб и там огромное количество людей работы в сфере ночной на то есть это это целая индустрия они всегда были и будут сейчас мы запретят ночные клубы они будут подпольными в некоторых городах они даже есть и это тоже нормальная история потому что люди хотят скинуть пар они хотят развеяться не хотят познакомиться с кем-нибудь даже хотя бы на вечер и разбежаться от этого не уйти молодежь этим занималась и будет заниматься когда ты слышишь говорят да блин чё там ваш это ночные клубы они часто такое говорят да ну до сих пор относятся к этому не серьезно вот у меня есть одни знакомые когда я его увидел он не горячет и до сих пор как шут на сцене что ли крутишь там вертишь нормальным делом надо заниматься а таким работа бабки надо делать на бабки капусту рубить чем он занимается я не знаю как потому что то не знаю я ему передал за проезд и когда просто начинаешь тоже интересоваться у таких людей они говорят да я так двигаюсь просто и все сейчас пока временно не ну просто конкретики местечко решает что будет с ночными клубами они будут вечно слушай но сейчас вообще последние два-три года нет клубов вообще понятия как ночной клуб нет мы не ходим в клубы нет клубов у нас бары везде заходишь в бар где там пятнадцать других баров вот типа такое то есть олдскульный тот самый ночной клуб он но понятия до клуба нет но если есть вот клуб вот есть у нас за за да вот в астане ну как бы он внутри клуб но но надо в эти мало людям что для тебя ночной клуб это ночной клуб для меня это способ наверное совсем кардинально другого отдыха где ты должен получить что то новое но всегда это было так неважно визуально либо акустически что-то происходило всегда это было некое такое пространство что-то космическое всегда понятие клуб такое было некое тематическое оно было по-любому что-то было в нем были крутые вечеринки конечно была тематика режиссура музыка была драматургия режиссура была всегда вот это вот но уже этого нет ты можешь сказать что пошли в клуб пошли в клуб и все ну видишь сейчас даже если называется ночной клуб там играет музыка которая играет в барах приходишь в бар там играет та же музыка которая играет должна играть там в ночном клубе там бывает элементы долбит там бывает пацаны да ну то есть нет границы опять но это вся эта билиберда начиналась помнишь когда риста бар риста лаунж там всякие вот эти вот любят сейчас трансформировать но четкого нет такой истории это больше такая европейская движуха потому что раньше ночные клубы это было место где есть три диджея у каждого из них там несколько дней в неделе и люди знают что допустим вторник и четверг мы идем в этот клуб потому что там играет диджей пузо сегодня ты не знаешь даже практически что то может происходить все равно ты просто идешь но ты знаешь что будет играть но музыка будет та которую ты слышишь по радио который ну да ты вот знаешь так это будет сейчас сегодня там примерно там шейпу view да потом там здесь так красиво да перестаю дышать дальше тут ирина кайратовна поиграет поиграя скриптонит в любом случае стопудово не раз причем один и трек тот же трек повторяется то есть я тебе так скажу реально фастфуд музыкальный фастфуд короче у скрипи ну опупительная музыка да но диджеи такие ублюдки что они его настолько ненавидят что даже не интересуются его музыкой понимаешь и вся их дискография содержит шевели своим туловищем чем вот это видео приглашение на газгольдер хотя это даже в дат� до это вот какие? да это просто видео Приглашение ну и там его там что есть поворот ламбада животные цепи но ламбада но это живут на фите вроде бы да-да-да стефестом да 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 ну типа из его вот эти говорят животные цепи цепи вот видео предложение поворот и все ну типа других треков нет но иногда моя вечеринка это под конец. Нет, ты чё не играет это вообще? Серьёзно? Ты чё? Это похороны, что ли? Понимаешь, да? Вот такое отношение. Ну, очень много треков можно играть. Какое-то время он играл трек с его... Проект вот был Туборговский, да? Майдер Лейзеров. Да. Мы поднимаем бокалы вверх. Да, да, да. Вот этот трек прогремел. Лето там какое-то там. Ну, годик. И всё. Про него опять все забыли. Ну, мол, знаешь, вот имеется в виду... Вся эта популярная музыка сейчас вызывает отвращение у диджеев. И в целом качества нет вокруг этого популярного. Я просто заметил, что треки сводятся вообще хаотично. Да всё равно вообще. Главное, здесь бочка есть, здесь бочка есть. Давай сведём... Просто... Битрейт. Добрый вечер. Ну, да. Ловите. Главное попасть вовремя. Бывают вообще люди там не заморачиваются. Просто заканчивается, второе там включается. Такой аимп, диджей аимп. Да, да, да. Диджей Винал. Аимп даже временами там лучше делает. Я тебе так скажу. Смотри. Просто раньше, раньше мы слышали лошадок у диджеев. Да, и это было позором. Да. Ты чё, это же кони, кони, дурак, что ли. Когда, если рядом там был твой, там, образно говоря, там, ментор, да, старший, ты всё получал по башке как минимум. Чапалях пролетит в затылок тебе. В первую же очередь, да? Сегодня... И арт-директора понимали, что такое кони. Сами вот эти вот менеджера, арт-директора понимали, что должно играть. Какая музыка, типа, ты здесь попсишь там. Играя нормально там, знаешь, они регулируют этот процесс. А сейчас нет. Главное, чтобы... Сейчас арт-директора — это те же диджеи, понял? Бывшие. Вот и всё. Диджеи так и заканчивают. Все диджеи после смерти попадают в арт-директора. Ну, это такие же. Так и есть. Причём в том заведении, в котором они уже проработали 8 лет. Как грустно. Да. Либо диджеи становится прокатчиком. Ну, если ты с правильными мозгами, ты станешь хорошим прокатчиком. Вон, как Славик. Хороший прокатчик. Да. Да? Правильно же? Да. Осет, ну смотри, давай пройдёмся по некоторым клише. Шаблонам, да? Ты скажешь, имеет это место быть или нет, да? В ночных клубах огромное количество малолеток. Так. Есть, да? Есть. В ночных клубах продолжают употреблять наркотики? Есть. В ночных клубах занимаются сексом? Есть. В ночных клубах не всегда продают качественный алкоголь? Нет. Я такого не встречал. Ну, честно, поставщики везде сейчас как бы нормальные. Сейчас, ну, как бы, ты же не... Нет сейчас случаев, что в магазине ты отравился алкашкой, да? Ну, раньше бармены бодяжили, я про это. Ну, чё-то да. Ну, сейчас с этим нормально всё вроде бы. Диджей бухают. Да это... Стабильняк же это. Это традиция же. Раньше было такое, знаешь, мнение, типа... Без этого не сможешь. В ночном клубе можно познакомиться через два половых акта. Да. Типа, как раньше шесть рукопожатий, и ты находишь человек. Ну, это, знаешь... То есть сейчас через два половых акта ты, в принципе, всех узнаешь. Да. В городе-миллионнике с этим как-то проще? Конечно. Потому что ты, в принципе, можешь этого человека не встретить больше никогда. И поэтому люди в миллионниках ведут себя чуть более отвязнее, чем в регионах. Да. В регионах приезжих диджеев любят и ходят на них. В городе их и не особо ценят. Ну, республиканского, допустим, левела. Ну, смотри, ситуация какая. Я к тому, что если ты приедешь в тот же там условный, да, Темиртал, это будет событие городское. Ну, смотри, это будет событие просто вот в начале для, наверное, того диджея, который там заморочился, да, который хотел, чтобы я приехал, да. Но есть такие города, когда на меня приходят прям специально другие диджеи, что ты прям, знаешь, вот типа А-а-а. Ну, это же прикольно. Они же слушают тебя, завидуются. Да, потом могут. Пришел забрать наш хлеб. Ну, типа, плюется потом. Да, вот что там сыграл этот трек. С флешкой приехал. Ну, ко мне-то нет таких вопросов. Нет, нормально приезжаю. Я ж не сжибалу, да. Кстати, как ты относишься к нашим диджеям, которые добились успеха? За то время они молодцы. Они проделали объемную работу в целом. Они сделали популярным зачет Апили. За это большой респект. Ну, и как минимум, они себе там заработали какое-то состояние, я думаю. Бакенский вроде бы неплохо живет. Так что... Ну, мы рады за него, на самом деле. Ну, да. Но приезжать с флешкой я был очень удивлен. Когда диджей Баур приехал на мероприятие, где должен был играть свой сет, пришло около трехсот человек на него, и он пришел просто с флешкой. Ну, как проект. Это нормально? Это если да, если диджей Баур это... В принципе, он играет свой сет, да? Ну, да. Он же сам это сделал. То есть он заранее знает, что он будет играть? Он не слушает, он не слушает зал, да? Да. Ну, потому что он играет свой материал, во-первых. Это нормально. Эксклюзивный. Ну, если ты как проект к этому относишься, нормально. Окей. Хотя я считаю, что это халтура. Ну, если говорить ревностно о диджеинге, конечно, да. Но если мы говорим о... артист-проекте, то это нормально. Ася, ты говоришь, мы хотим, чтобы диджеев считали артистами. Много ли фирмачей среди диджеев, которые продолжают... Очень мало. Очень. Уважительно относиться к своему слушателю, ориентироваться, но играть строго лайвом, да? Нет, они-то все плюс-минус лайвом играют. Но проблема не в этом. Просто раньше было круто, в том плане, когда ты видишь, что диджей... Проблема в отношении. Диджей не любит публику. Вот сейчас диджей идет на работу, он уже автоматически недоволен. Потому что он настроен скептически играть популярную музыку. А, вот что я имею в виду. Да. И они уже с народом договориться не могут. И они уже... То есть диджей хочет играть то, что нравится ему? Да, грубо говоря, понял. Потому что это ему надоело, якобы. Но это не нужно, слушатели, да? Да, но грамотно что-то поймать не может своего, имеется в виду. Не может. Из-за этого вот эта вся переберда происходит вокруг вот этих всех тусовок. отлично. С шаблонами, клише мы разобрали. Все точно так же, как и в нулевые. Ничего не поменялось. Вопрос. Стало больше площадок, где диджей сегодня может заработать? Да. Кроме как дочного клуба. Да. Бары, там, везде сейчас играют. В отелях играют диджей. Я слышал, да, там, даже играют там, где просто тупо едят в столовых, я слышал, играют где-то. Вот здесь есть какая-то корейская кухня, там. Да. Приходит диджейскую кухню? Да. И там рядом этот... Причем это заведение договорится с диджейми, приходи с колонкой там. И этот диджей идет там за 20 тысяч с колонками играет два-три часа. Такая история. Типу, why not, да? Да. Но при этом диджеи перестали выпуская свои треки. Их очень мало. Раньше, я просто вспоминаю, было огромное количество вещей, типа, ну, ты сидишь в агенте или ВКонтакте, или еще в какой-то там социальной сети. Ты подписываешься на популярных и на интересных тебе диджеев, допустим, на диджеев пузо, и ты видишь месседж. Ребята, заходите на промо-диджей, там новый мой сет, который я создал специально для вас. Причем ты выпускаешь его одной дорожкой, и через две недели ты кидал уже трек-лист, потому что люди не знали вообще, что ты свелла. Что за трек, откуда он. И это было круто. Эти сеты скачивали прям часами и перекидывали друг друга. Да. Ну, сейчас вообще вот этой культуры нет. Да, и я сам признаю, что я давно сам не выпускал ничего в виде миксов. Вот. Но сейчас это вот вернул наконец-то. Благодаря вот Black Deluxe, да, получается? Да, благодаря Black Deluxe это движ, такая некая, всегда была моей визитной карточкой Black Deluxe. Просто его давно... Солидарен, да, это было правда. Вот. И при этом я уже на то время, будучи таким молодым, так сказать, заходил и имел эфир на радиостанции. Раз в неделю моя передача выходила. Это как бы в то время это было очень круто. Быть на радио, диджеем, это было вот прям... Ну, у тебя вся столица слушала. Вау, да. Это было правда. И не было альтернатив. Пытались... Радио Солем, да, по-моему, называли? Да, да. Нет, у меня? Астана. А, ты на Астане играл? А на Солема были проекты, но они что-то долго не жили. Что-то они все диджейские проекты долго не жили. Ну и радио в итоге, по-моему, нет этого, да? Ну и да. Оно перешло в Ворду, да? Да, и в целом, да, во всех, во всех вообще радиостанциях были диджей-проекты, но они, блин, ну не жили. Если жили, когда... Это авторские права, потому что, да, пошли? Или в чем дело? Нет, дело не в этом. Дело в том, что я не знаю, как-то то ли это народу, что ли, не заходило, то ли диджей сами там уставали это делать. Ну, потому что это тоже кропотливая работа на самом деле. Вот. Интерес может пропадает, может времени не становится. Там кто-то женился, допустим, на обычной работе вышел, а ночью спать хочет. Ну, там всякие факторы бывают. Просто это вот все как-то неправильно как бы это все перешло. Ну, и миксов нет, соответственно, сейчас время такое. То есть сейчас люди больше слушают треки? Да. Ну, сейчас, знаешь, проще... Время же быстрой информации. И готовить информацию все меньше и меньше. И меньше и меньше. Ну, как бы, раньше вот ты сделал что-то, нечто большое, и это большое очень долго работало. А сейчас ты умер, допустим, да, DMX, а через два дня забыли, что ты умер. Это правда. Представь, да? Раз целый год говорили об этом. Как Майкл Джексона, когда не стало, мы там говорили весь год. Были даже прощальные вечеринки. Сейчас вот проще треки, причем сейчас даже время такое, длина треков сокращивается. Раньше стандарт был 3.30, сейчас типа 2.30 норм. Для сильного. Заметьте. Есть. Есть? Есть. Есть такие треки. Просто никто не обращает на это внимания. Не соберем на такие. Твой прогноз по музыке, что с ней будет происходить? Казахская музыка будет взрывать СНГ. Это 100%. До сих пор, да. Ну, то есть, вообще сейчас такие игроки появляются. На кого нужно обратить внимание? На Шизу обратите внимание. Что за проект? Челькенский пацан, Асхат, Шиза. Ну, очень круто чувствует звук. Ритмически раскидывает флоу и заставляет качаться. Есть такой Жете тоже Шимкента. Вообще, Юг сейчас заходит конкретно со своим колоритом. Жете это такой, знаешь, это персонаж, вот прям артист, универсал такой. При этом он такой певчий. некая смесь, знаешь, вот, как я вот прикольно называю, смесь Шавельдера с Постмолона. Понимаешь? Керемет микс. Это вот прям тоже. Мощный синтез. Там сочно, да. Синтез конкретный просто. Окей, еще. Вот в Алма-Ате есть пацанчик Чувак на гитаре у него проект называется. Чувак на гитаре? Да. Дюйд, он загитар. Да. Он бешеный, тоже колоритный, тоже заходит, но, знаешь, я в нем вижу какого-то, я не знаю, там, в будущем, наверное, народного артиста, что ли, типа, вот такой он, короче. Вот эти троих исполнителей ты считаешь, стоит послушать уже сейчас, а не ждать, когда они стрельнут в ближайшее время. Они стрельнут. Они стрельнут. Монро, девочка. Ну, мы ждем от нее сейчас продукты, которые, я просто вижу потенциал, я об этом говорю. Вот прикольные все ребята. Ты стал наставником и учителем не только для будущих диджеев, но и для тех, кто просто хочет познакомиться с миром диджеинга. Вот у меня сейчас занимается очень много людей, которые, расскажи о своей школе, что это за школа вообще? Это школа в том же понимании, как я представляю? Куда ты приходишь, ну, записываешься, три раза в неделю ходишь, занимаешься. Это некое такое, только это все происходит у меня дома. Я это называю студией диджеинга. Я не называю это школой. Так. Что в этой студии происходит? В этой студии происходит обучение основам диджеинга. Вау. Ну и при этом я занимаюсь людьми, которым это интересно. Они у меня там забирают в подарок уже диджеинское оборудование для старта. То есть это входит в стоимость. И они балдежно дома играют сами. Что за оборудование? Ну, пионер-контроллер. Вау. Ну, понял, да, свое? Серьезно? То есть человек становится диджеином? Человек приходит, записался, он учится, он уходит домой, делает домашние задания, там, может, удаленно мне отправить, не приходить. Но я, когда они приходят, я даю порцию знаний, они это обрабатывают потом уже на своих вечеринках домашних. Сейчас же это выгодно, домашние свои тусовки делать. Они на своих тусовках играют, балдеют. Понял? Прикольно. И приходят еще и ребята, которые умеют играть, но хотят улучшить свой скилл, допустим. Бывают ребята, которые неправильно кто-то их обучил. Я уже занимаюсь переформатированием, поставлю правильную базу удержания. С чистого листа, да? Да. За сколько уроков можно получить базу? За 10. Ну, прям уж так, чтобы вот прям нормально было. Но можно прям азы за 5 занятий я могу. Если у человека нет никакого музыкального слуха? 5 занятий. Вообще никаких проблем, да? Полное систематизирование. Главное желание? Систематизировал я эту историю. У меня своя методика уникальная. Ну, согласишься, но сейчас стало проще быть диджеем, потому что ты видишь эту аудиодорожку, ты видишь эти волны. Очень много параметров сейчас ты видишь. У тебя появилось с развитием технологий, да, и врывом этих технологий в диджеинг, в оборудование именно. Сейчас у тебя метод сортировки материала, оно добавляет тебе вот именно дополнительные инструменты для манипуляции именно сведения. То есть, хочешь сказать, что появились новые... Многие вещи автоматизированы. Как подгонка скорости, допустим, нажал кнопочку, все, они заранее все уже играют ровненько, без погрешности. То есть, то есть, раньше нужно было крутить вверх, середину, вниз. подгоняешь, подгоняешь, слушаешь, толкнул, тормозишь. Через кью, да? Да, точку не попал, что-то орешь, что-то тут играет. Сейчас это все автоматизировано практически. Правда ли, что многие диджеи глухие на одного уха? Да, но они сами виноваты. Расскажи. Ну, действительно. Это из-за монитора, да, который бьет тебя в углу? Да, да, да. Монитор это колонка, которая здесь стоит? мониторная колонка, которая дает тебе мейн звук, который идет с микшера, чтобы слышать звук без задержки. Они глухие, потому что они вот, многие пьют же, и когда-то пьянят, то граммче делают, и, соответственно, там что-то случается в ушах. Но я вообще очень жестко, щепетильный к этому вопросу отношусь. Да, я сам по себе в последнее время ипохондрик такой, знаешь. У меня очень хороший мой друг, он лор, специалист, который оперирует, хирург прям. Да, да, да. Вот. Я, ну, периодически хожу там на осмотры к нему, все берегу. Ну, типа, 100% у меня слух. Я использую беруши на площадках, я использую правильные наушники, вот. Я использую правильное оборудование в правильном, на правильном расстоянии, на правильном расстоянии, и на правильном уровне доступности именно, чтобы не было таких моментов, чтобы я оглох. Я слышал, что была такая история, что в 15-16 году ты мог уехать в Украину. Откуда ты такое слышал? От нашего общего друга. Да. был такой слух или это был просто слух? Уйти вообще по другой сфере деятельности? По IT-сфере? Да. Расскажи. Ну, видишь, я как был и диджеем, и был и специалистом в IT. Да вот. Я был причастен к развитию, наверное, цифровизации электронного правительства. В этих кругах двигался. Ты был в пиджачке, в галстуке, да? Да, как положено. Общественный работник. Да, да. Менеджер? Манагер, да. Да. Я вообще тестировщиком был. Я тестировал продукты, занимался, ну, у меня должность... Искал баги, да? Да. Должность была эксперт-аудитор. Я проводил нагрузочное тестирование порталов. Создавал виртуальных роботов, пользователей, которые атаковали сайт, снимал данные, ну, метрические данные. Была идея завязать с творчеством. Я подумал, не уехать ли с Добреном вместе, или хотя бы туда, где он работает, легче же будет в любом случае, потому что там больше платят, и ты более, как бы, наверное, имеешь возможность дальше, наверное, уехать, потому что там же там более все... С Силиконовой долиной куда-нибудь, да? Да, да, да. Ну, нет, у меня не был такой уровень там. Я же не программер там, не какой-то дикий. Я, наверное, больше такая... Менеджерская работа у меня... А не было ощущения, что там, если ты чуть-чуть приложишь сил? Я вообще, знаешь, я настолько был занят творчеством, что вообще не видел никаких перспектив в IT. Вот сейчас я, допустим, вижу, там, в майнинге, допустим, да, в такой, в такой истории. но тогда я вообще не видел... То есть горизонты для меня были близки, как бы для развития вот этой истории. Но горизонта развития событий больше было в связке с творчеством и с тиджейингом, наверное. Прикол такой. Что помешало ехать? Я просто слышал, что ты был уже почти на чемоданах. Слушай, я тебе так скажу, я уже, наверное, последние 6 лет нахожусь на чемоданах. То Киев, то Москва, то сейчас, допустим, там, USA. Там вариант... Развития событий очень много, просто не всегда это удается сделать. Постоянно что-то вот случается непонятно. Что тебя удерживает? Что-то интересное, да, наверное, больше то, что к семье привязан, во-первых. Во-вторых, я сам себе обязательство поставил, то, что, наверное, уеду из страны после того, как женюсь. Слушай, сколько тебе сейчас лет полных? 31. 31 год. Да. Хоть легенда, что Осет Рахатов перетрахал все, что движется. Нет. Да ладно? Нет. Никогда не увозил девочку в клуб? Не, ну почему? Ну в плане это, ну было, что я могу, отрицать что ли буду? Да, было много. 15 лет ты в ночной сфере и... Как часто бываешь у уролога? Слушай, никогда не был. Не поверишь. Честно я тебе скажу, никогда не был. А просто там провериться, типа? Ну не знаю, я считаю, если ничего не болит, значит нормально все. Правильно? Не, ну просто я тоже щепетельно к этому отношусь. Но для меня... Строго в резинке? Ну да, но опять же, я не веду такой образ жизни беспредельный прям. Да ладно. Отвечаю. Диджеи же, постоянно же кумирует всех девчонок. Мне вообще не нравится. Вот если, вот допустим, мне девчонка понравится, как минимум я с ней пообщаюсь. Просто если она тупая, она в постель ко мне не залезет, братан. Понимаешь? Ну если она не супер там модель, да, чтоб я вот прям вот увидел и у меня там это все, да, то базара нет. Но для меня вот именно понятие как секс, ну я хотя бы должен пообщаться. Человек должен быть хотя бы приятен, да? Да. Просто для многих это такой миф, что вот диджей это ёбр-террорист номер один. А тебя всегда хотят, я не скрываю. Это ну, раньше этого было вообще там... Когда диджей был лицом клуба. Да. Это было, это было честью для кого-то вообще там снять там этого пухлякого. Неужели не подходили так типа привет! Угостить тебя чем-нибудь? Нет, нет, без этого проходило все. Ну там это уже... Ты мне нравишься? В соцсети есть уже. За беремене? Да, что-то такое, наверное. Когда спускаешься, ты идешь в туалет, там за баром угораешь. Это все. Вот я про это, да. На быстром таком контакте, да. Изи. Насколько сейчас ты, уже будучи взрослым, дядя тебе 31 год, ты учитель, ты наставник. Я понимаю, что это была бурная молодость, юность. Сейчас, наверное, философия твоя поменялась. Что ты чувствуешь, когда видишь в ночных заведениях вот таких вот молоденьких девочек и парней, которые пользуются этим? Ты, в принципе, это не осуждаешь или, в принципе, это все мимо тебя вообще проходит? Или же ты остановишь парня и что-то скажешь ему какие-то пару слов, типа, смотри, там, не попорь, там, девчонку, типа, такого. Слушай, нет. Плевать? На самом деле плевать. Ну, как бы, я атрофировался уже. Ну, чтобы ты понимал, у меня вообще сейчас атрофировалось чувство праздника. Я ненавижу дни рождения там своих, да, там. Нет, день рождения, дни, говорю. Ну, как бы, когда вот молодежь что-то делает. Она всегда делала, и мы тоже все это делали, да, грубо говоря. Но сейчас просто за что обидно, у нас наркоман был конченым человеком в наше время. А сейчас, типа, наркоман, это твой друг. Наркоман был конченым человеком просто, раз уже до такого, типа, дошел. А сейчас среди молодежи это вот прям за здрасте. Ну, прикинь, я там слышал то, что вот за дорожку тебе сделать мини-это, допустим. Доходит до такого, прикинь. Что думаешь на этот счет? Что с этим делать? Да это волна уйдет тоже, как минимум, когда-нибудь. Ну, целое поколение же мы можем потерять просто. Или ничего страшного, образумец. А что с ними делать? Лечится. Когда, когда нравоучение, щеглу было вот что-то неким нормальным. Вот я и об этом же. То есть, допустим, когда мне родители говорили об этом действии, я такой, да вы что это? Я, да. Ты что? Это меня не касается. Да. Но это касалось реально всех тех, с кем ты общался. Конечно. Это было правда. Осет, тебе 31. Ты до сих пор не женат. Так. Почему, да? Почему? Мы чего-то не знаем, вопрос этой вселенной. Хочешь ли я эту тему разгоню сейчас? Давай. Я, наверное, думаю, что просто мне сложно понравиться. Мне. Вот я к этому и вел, что ты видел огромное количество девушек. Самых разных. Ну, не огромное. Ну, я имею в виду, они в клубе. Ты их видишь. Ты так или иначе с ними пересекаешься. Ты видишь мужчин с девушками. Ты видишь друзей с женами. Ты видишь, как они веселятся, как они отдыхают. И вот эта планка, той, которая должна завоевать твое сердце, она нереально завышит. Нет. Тут дело не в том, что там, вот как вот, чтобы люди думали, там, да, что было у нее, там, да, 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 там и так далее. В принципе, просто... Но тебе это важно? Ну, как бы, сейчас, наверное, уже нет. Ну, в плане, знаешь, мы, помнишь, наше время там. Да. Целочка, не целочка. Да-да-да-да. Сколько парней у него было, с кем встречалась, не встречалась. Да-да-да. И сосался с ней, там, продеваешься, сосался. Да, вот пацана. Было-было. 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 И, ну, как бы, сейчас это норм, я думаю. как бы, но, видишь... Сам не святой, да? Да, сам не святой при этом. Просто дело, наверное, в другом. Я ищу искренность. Ее нету. Понимаешь? Я боя, тянусь к людям иногда. Девушкам тоже тянусь. Но я больше вижу неискренность. Где ты ее нету? Настоящего нету. есть возможность встретить ту девушку? Но это точно, наверное, не в ночном клубе, да? Да, почему нет? Почему нет? А что там, люди не тусуются, что ли? Ну, почему это в ночной клуб сразу в стереотипе вызывает там, типа, место какое-то конченное, портал в ад, там, я не знаю, почему такое отношение идет? Все мы люди. Ну, представь, вот, в ночном клубе работает, вот, допустим, как минимум, там, татешка, которая кормит семью свою, да, моет там посуду. Ну, я не считаю себя конченным человеком, я диджей. Но посетители пришли, это место развлечения. Не обязательно, чтобы они все кончены. Они пришли тоже отдохнуть. Просто вся эта система неправильно работает немножко. Что это мешает? Ну, то, что вот в клубе не происходит, что должно происходить в клубе, допустим. Тот же контент не получает порцию нормальную, ничего правильно не работает. То есть, иными словами, если культурная часть, творческая часть будет на должном левеле уровней, не будет вот этого фастфуда и коммерции, не будет каких-то легких вариантов заработка, а люди реально будут продумывать концепцию именно мероприятия, тогда и клубная жизнь, она обретет какое-то новое дыхание. Да, но я не против коммерции, абсолютно не против коммерции. Дело в том, что просто люди свою работу не делают должным образом, просто дело в этом. Это только у нас или в целом? Ну, в СНГ, наверное. Ленивые? Да. Я просто часто видел вот диджеев, которые говорили, да блин, что ты знаешь, сейчас я трек напишу и, блин, и уеду отсюда. У нас в отношении вообще у людей в голове просто надо что-то замутить. Никто не хочет работать, надо что-то замутить. И все идет через схемы. И ничего при этом не делать. Они хотят что-то сделать, но как бы больше замутить. Понимаешь? Результат, последствия, оно не важно, каким будет. Как часто ты зависаешь на студии, пишешь, работаешь? Ну, конкретно в этой студии я вот сюда прихожу, когда идет запись вокала, наверное, с ребятами. Но сейчас достаточно иметь ноутбук, чтобы это все. Даже как раньше не нужно даже аудиокарту иметь, звуковую. Вот наушники и один компьютер, все хватает. И можно заниматься творчеством. возвращаясь к твоей будущей супруге, ты готов жениться? Хоть завтра. Какой ты видишь свою невесту? Может быть, она сейчас будет слушать и смотреть этот подкаст? Офигенный. Тебе важна ее национальность? Я уже ее люблю. Нет, боже. Тебе важен ее возраст? Нет. Возьмешь ли ты в жены девушку, которая уже есть ребенок? Блин, вряд ли, наверное. Почему? Ну, по молодости вышла замуж, сглубила, Ну, я понимаю все, братан, но все равно я не могу к чужому ребенку относиться как к своему. А завтра, когда родится мой ребенок, я по-любому что-то должен, ну, я должен где-то притворяться, понимаешь? Ты лучше сразу в этом не знаешь. Я не могу этого ребенка полюбить, братан, но я не знаю, по крайней мере, я такая сволочь, что ли. Ну, прикинь, мне трудно полюбить простого человека, а ты мне предлагаешь еще полюбить человека, у которого весь ребенок, да? Ну, это вообще усложняет схему мне. Как бы, да, это сужает аудиторию, это да, ну, я не знаю, может со мной другое случится там. Я опять же не знаю, но ты не зарекаешься. Я не зарекаюсь. Ни фиг его знает, как меня поведет. Просто у меня всегда девушки были необычные, когда я был в отношениях. Ну, имеется в виду... Самые твои длительные отношения? Год, наверное. Почему расстались? Можешь сказать? Я понимаю, что ты лично... я сглупил. Я тупой. Я сглупил. Вернуть уже не получится? А, и уже и не надо. Зачем? Прошла любовь? Не, ну, как бы, уважение всегда есть, воспоминания всегда есть. Это очень хорошо. Что сделал? Наверное, я перерос уже просто, видите. Вот здесь, мысленно перерос. Ее же саму. А, прошел у тебя, прошел? Наверное, да. прошел. Тогда случайно, не случайно? Не знаю, братан. Я понимаю, что это очень личная, интимная тема. Я прям редко туда лезу, но когда ты видишь человека на сцене, он всегда в каком-то образе. Так. У него некий имидж. Ага. И не всегда этот имидж, он и есть. Ага. Часто это обложка, которую он примеряет. Да, это маска, соответствует, домом, что он нужен. Это в любом случае маска. Я же хотел немножко, чтобы люди увидели тебя как человека, как-то стоящего, знаешь, чуть-чуть поковырять тебя, знаешь. Нет, это не вопрос. Потому что, ну, то, что ты делаешь, это актуальная тема. Это очень актуальная тема. Это очень актуальная тема. Допустим, очень много кто задумывается, почему я не женат. Ну, я просто не встретил. А технически относиться к этому я пока не хочу. Даже если я... То есть играть свадьбу ради свадьбы смысла нет. Ну, да. Ну, даже если там речь пойдет о простом там продолжении рода, как вот по модели, допустим, того же Тимати. Про что были дети. Ну, да. Но тут опять же нужно тоже денежно соответствовать. Раз такие условия создавать, то хоть надо делать это там круто, чтобы она рожала там США, допустим, как минимум, да. Это немало денег тоже. Я вектор держу. Один из моих потоков сейчас направлен на то, чтобы человек появился в моей жизни. Я не говорю, что я вот прям ищу ее. Я имею в виду, ты же хочешь приходить домой, намерение, блин, открывать дверь, пипец как хочу. Не заходить в эту пустую холодную квартиру, но... Я недавно заметил такую тему, то, что я сам с собой начал разговаривать. О. Понимаешь? И это послужило бзиком. Просто идешь, слушай, а сед, а не сварить тебе ли тебе кофе? Да. Пойду сварю кофе. Типа такого? Да, да, да. Типа такая тему, представляешь? Ну, я тоже часто разговариваю. Ну, блин, я в этом уже вижу что-то. Либо я просто на это обратил внимание там, типа. Это нормально. Да? Либо мы с тобой два изобретения. Да, да, да. Ну, вот как-то так. То есть хочется вот звонить в дверь, да, или получать списочек солнечка, яйца, хлебушек и соль. Когда ты молодой, ты всегда думаешь антенной своей. А когда ты, я думаю, чуток уже повзрослел, тебе хочется просто иметь друга рядом. 24 на 7 твой друг рядом. Офигенно же. То есть ты убежден, да, что жена это в первую очередь? В первую очередь друг. Это, конечно. Конечно, это твой друг. А кто иначе? Сколько детей хочешь? По-хорошему? Наверное, ну, пять. Круто. Ну, просто я хочу так, чтобы этот... Они примерно там в одном возрастном диапазоне находились. Ну, с небольшим, так сказать, разбегом. Отстреляться, короче, нормально. И все уже потом, уже чилить конкретно. Такой вопрос. Социальный немножко. Смотрел интервью одного актера. И вот у них двое детей. И далее третьего и четвертого они взяли из детдома. Ты сказал, что ты не сможешь полюбить чужого ребенка. Но если у тебя будут уже свои дети, ты будешь в достаточном возрасте, когда они уже... Сами... Ну, получили от тебя образование, ну, воспитание и готовы улететь из гнезда. А вы с супругой уже в том возрасте, когда рожать достаточно опасно. Готов ли ты не возиться с внуками в данный момент? Потому что... но дети еще молодые. А взять ребенка из детдома и воспитать его? Наверное, нет. Потому что мне есть куда девать эту энергию любви. Я вообще очень люблю животных. Я хочу заниматься своими собаками. Чтобы у меня были кошки свои, допустим. А у тебя есть собака любви? Нет, вообще. В перспективе. Я хочу, чтобы у меня была какая-то некая фазендом своя. Чтобы как... Челхвостен, съервосен. Трусхой? Маловолгархуиде. Огорода. Ну, просто, чтобы это все в цивильном виде, чтобы было натурально, чтобы мои дети на каникулы ездили туда, на ранчо. Понимаешь? Чтобы они вкусили... Все-таки дом на земле, да? Конечно. Чтобы эти каникулы были достойными. Они, чтобы на свежем воздухе... Ну, прикинь, я вижу свое идеальное будущее. Так вот, типа, некая ранчо. Возле своего ранчо там дача, постройка, своя ветряная мельница, солнечные батареи. В подвале там майнится криптовалюта, образно говоря. Стоит диджейский пульт. Да, вот эта вся движуха. Наверху, типа, аутентичный домик такой. Да? Вот. Офигенно же. Но у тебя каникулы те же. Но ты на улице двигаешься, на ночедях катаешься. Это ты уже прививаешь нормальное здоровье. Ты кобыли молоку сам молчишься, кхмоз исчез. Друзпе? Как минимум, я думаю, нормально. Ну, и сам отдыхаешь. Айпахша, я заметил, что ты очень часто начал говорить строго казахшан. Да. Немножко начинаем. Ну, топить. Я просто недавно попытался, ехал в такси, и был водитель этот, Сюга. И те, кто надо в казахшан. Не. Бас на тросток. Вспоминал капец. И у меня еще водитель попался Сурамчи. Он, я там на русском что-то ляпнул. Ну, бывает же, такой вот, такой закидон делаешь, как будто, чтобы войти сразу в доверие водителю, чтобы пообщаться с ним. А он тебя обрезает. Он такой, кейшрисисмен, воршат сумим в казахши с улициспетит. Я такой, воршат с пельмисимба, урамот сумба, я один. Кажах нурома, китай нурома, шинжанба, я один. А я учился в урамчи, короче. Ну, там, был опыт у меня полугодовой. Я такой, мне донгдадоохгам. И сразу все, брат, брат. Но, видишь, когда я во время разговора понял, что многие слова я забыл. Просто забываю. Когда ты поймался на мысли, да? Да. Ну, типа, надо вернуть практику, надо использовать, потому что без этого никуда. Мы просто привили себе стандарты. Вот Даврияна же, знаешь, Давр? Джус. Джус Сипов? Да. Вот мы тогда начали общаться. Я говорю, я начинаю практиковать. Он говорит, нафига? Он сказал шикарную мысль. Казахский язык, говорит, мне технически не нужен. Почему? Я задаю вопрос. Он говорит, если я буду знать казахский язык, мне не будет доплачивать на работе. Если я буду знать хорошо китайский, мне будет доплачивать на работе. Если я хорошо знаю английский язык, мне будет доплачивать на работе. Я говорю, окей, ладно, ты технически, а я во мне немножко такая, знаешь, патриотическая тема. Нам станут, да? Да, нам станут. Потом взял клавиатуру казахскую, воткнул на айфон. Официальная, официальная, знаешь, уже появилась. Я тебе больше скажу, появился гугл-переводчик на казахском? Я такой, использую вот эту всю историю, пишу, но прикол доходит до того, что там же нет вот этого автоисправления, как на русском языке. И мне приходится прям слово иногда до конца убирать, нет, и заново набирать правильно. У него нет автозаполнения, вот это как бывает же. И как раз рядом ехал Даур. Я ему это рассказываю, блин, неудобно. Он говорит, вот видишь, даже здесь тебе неудобно его использовать. Ну, типа, нет же, говорит, возможности, ну, есть возможность, говорит, но это все через боль, говорит, проходит. Ну, вот так вот. У него такое отношение, понимаешь? Ну, у меня нет такого отношения, просто он тоже с какой-то стороны прав. А когда разговариваешь с другими людьми, которые вот так же вот имеют намерение, чтобы это мы заговорили на казахском, так сказать, они просто говорят, он вахт келет. Брюганы келеты. Котиды. Просто ждать остается. Как-то так. Брюганы бээром из казахшая свеленья. Нет. Ну что ж, на этом наш подкаст на очень патриотичной казахской ноте подходит к своему логическому финалу. А Сетрахатов, я надеюсь, появится в этом подкасте еще раз, потому что я хочу провести с тобой подкаст музыкального стиля, где мы с тобой либо послушаем какой-нибудь альбом. Может, наконец-то у нашего подкаста появится нормальный джингл. Организуем, да. Я мечтаю об этом. Не вопрос. Просто так сразу прямым текстом сказал, что хочу. Не вопрос. Ася, спасибо, что был честен, был открыт. Был рад. Рассказал очень личные, приватные темы. Темы, которые не обсуждаются иногда даже с близкими, родными людьми. Да, да. Я надеюсь, что, послушав этот подкаст, вы узнаете больше о человеке, который играет уже много лет качественную музыку не только в ночных клубах, но и в радиоэфирах нашего города, нашей страны. И представляет казахстанский флаг достойно. И всегда стремится стать number one в любом турнире, в любом конкурсе, конкурсе или просто даже в любом лайне, где находятся 3-4 диджея и среди них находится он все равно выйдет и покажет, кто здесь батя. С нами был диджей Пузо, Ася Трахатов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!